Потом будет Артян. Номару Киснупадарья Радикам. Приатмане Стримадху Бхакти Веданса. Нарая Нити Нагани. Срит Кршна чайвана Прабхуни Итхананда. Срит Ваик Агададхара Сривасадхи. Гауру Бхакта Бринда. Блахаре Кршна, Ре Кршна. Кршна Кршна, Ре Кршна, Ре Кршна, Ре Кршна, Ре Кршна, Ре Кршна, Ре Кршна. Ре Рам, Ре Кршна, Ре Рам. Рам, Рам, Ре Ре Ре. Прежде всего, я предлагаю поклоны Мамы Гурупад Падме. Дет Витянанда Кишта, Ташима Бхакти Шарупа, Сиданте, Расвами Махараджо, Молодостным Стопом. Мои бесконечные поклоны. Также Маму Шевша Гурупад Падме. Дет Витянанда Кишта, Ташима Бхакти Шарупа, Сиданте, Расвами Махараджо, Молодостным Стопом. Предлагаю свои поклоны. Дет Витянанда Кишта, Ташима Бхакти Шарупа. У Гурдева есть уникальная особенность. Мы стараемся вспомнить о его особенности. То, как... Так же, как слава Бхагавану бесконечно, так же и слава его преданного бесконечно. Но одна из особенностей Гурдев был необычной преданной. Ратарани сама установила его положение публично. Вы знаете, как три года назад, когда Гурдев совершал Раджамандову Парикраму, когда он находился в Гурдеве Надбаване, тогда Ратарани пришла во сне к Пуджаре. Ратарани пришла во сне, как послушая, в Гурдеве Надбаване одна из Маисаки. Его зовут Шила Нарая Нагасаи Махараджа. И то, что раньше Бога Прасадам в обед отнеси ему... Ратарани дала сама наставление. Пуджаре пришел с этим Прасадом. Говорит он, Гурдев тогда отдыхал. Он хотел передать руки Гурдеву, Амаду Махарадж остановил. Нет, передайте мне. Говорит, нет, мне нужно своими собственными руками передать ему. Но Гурдев отдыхает. Когда я смогу получить его дальше? Приходите вечером. И когда он пришел вечером, он пришел к Гурдеву и сказал, благодаря вам я увидела с ней Ратарани, она велела вам отнести этот Прасада, отнести моей Даси, мой Прасада. И когда бы не приходили банды, обычные им за Прасадом дают деньги. Боже говорит, нет, 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 я не буду брать у вас деньги. Это же было указание Ратарани дать этот Прасадам. Ратарани просто велела мне передать. То есть Ратарани сказал, это моя Даси. Она сама установила это всему миру. Это не с каждым... Не просто... Каждый, кто принял у него прибережье, нужно понимать, что это очень-очень удачливые личности, что у них такая... Он принял прибережье в такой личности. Его имя Нарайана Гасай Махарач. В культуре Индии это не так, что ребенку дают имя случайно. Нет, имя высчитывается с точки зрения астрологии. С какой буквы должно начинаться имя? Гурдев тоже не случайно дали. Его... И его имя Брамачаре тоже не случайно ему досталось. Ему дали Гаура Нарайана Брамачаре. Когда Гурдев дало Масаньясу, опять Нарайана, и опять не случайно. Он стал Нарайана Гасай Махарач. И имя в этом имени, в имени заключенного Слава. Что такое Нарайана? Нарайана в обычном смысле это проявление могущества Бога. Но кроме того, Нарайана это еще и великолепие, раса. А Нарайана это прибережье для всего мира. И у Шилла Гурдева мы видели. Его сердце это бесконечный, бескрайний океан. Великие ученые... А, нет, великие личности видят всех одинаково. Каждый, кто приходил к Нему. Гурдев никогда не дали людей. Это мой ученик или его ученик. Так же, как у Шидживы Гасай Махарач. У него тоже было такое качество. Мы можно вынести каждый Шидживы Гасай Махарач. Когда к Нему пришло Наруто Мшиманандаш, Шиманандаш Шини Вас, Они не были его учениками, но они получили все необходимое образование у Шидживы Гасай Махарач. Потом один пошел в Борису проповедовать, потом в Бенгале, и третий в Маникор. Все они отнесли туда послание Махапрабру. Подобным образом были качества Гурдева. Он не смотрел, его это ученик или не его это ученик. Он принимал всех, воспитывал всех и обучался. Так же, как Шидживы Гасами. Сколько учеников приходил в Бахтюданда Славе Махарача? Я пришел в Бахтюданда Славе Махарача. От Бахтюданда Славе Махарача. От Бахтюдана Славе Махарача. От Бахтюдана Славе Махарача. Ученики приходили к Нему и получали образование. Он учил всех. Он наводнил всю планету. Махапрабу хотел, чтобы в каждом городе, в каждой деревне проповедовали Его имена. Ради этого и делал Гуру Теп. Такие великие личности. Он исполнял эти слова Махапрабо. Он более трести-двух раз облетал землю. И сколько учеников не было. Он давал им возможность слушать и проповедовать слова Махапрабо. Его имя Нарайна. Однажды он сидел в одном саду. И люди подошли и сказали, «У вас тут так много земли, пустой земли. Почему вы не выращиваете цветы здесь для божеств?» «А вы что, цветы мы не видите?» Он указывает на учеников. Вот эти цветочки я выращиваю. Когда они распустятся, когда их аромат заполнит собой всю планету. Обычные цветы завянут через несколько дней, а аромат моих цветов останется навечно. Они не просто выйдем. Они будут благоухать во всех странах. Парам Курадев знал, что у среди моих учеников есть такая личность, которая, когда рассветет своим сладким ароматом, не оставит никого в покое. Он привлечен на его сладости. Все преданы, слетаются. Вот посмотрите, посмотрите, откуда вы все приехали. С каких стран вы все съехали сюда. Приняли прибережащие здесь. Почему? Потому что его имя Нарайна. Нарайна обозначает тот, кто дарует всем свое прибережище. Другое значение — гьяна, знание. Нарайна обозначает прибережище знания, резервуарный обитель знания. Каждый, кто приходил к нему, каждый, кто слышал харикатку от него, все видели, что он просто сокровищница знания. Я был в Пури. Но когда я приехал в Матхури, у меня было желание научиться немного харикатхе. И мне сказали, если ты хочешь научиться харикатхе, тебе нужно поехать в Матхури к Нарайному гараджу. У него там Нарайному гараджу в Матхури. И он всех мальчиков, всех обучает харикатхе. Всех воспитывает, как своих детей. Тебе нужно приехать в Матхури. Когда я приехал в Матхури, обычно в Гаутямахе, если идет праздник, если будет харикатха, там раз в день харикатха идет. А тут я увидел четыре раза в день харикатху. Утром, в десять, вечером и после ужина. Преданные в Матхури знаниях, даже после арати, он потом звал к себе мальчишек, чтобы слушать от них самих харикатху. А если они не хотели, а если они не могли, то, говорит, хотят праздник хотя бы один стих, одну шнуку. Вот Гурудев был словно чинтамани, словно философский камень знаний. Философский камень знаний. Каждый, кто прикоснулся к нему, превращался в золото знания. В других Матхах там несколько людей, которые могут говорить харикатху. А сколько у нас людей говорит харикатху? Как Гурудев приходили? Сколько люди в нашей санге ссорятся только потому, что у них нет возможности говорить харикатху. О чем это говорит? У всех просто такой запас сейчас знания, которое нужно говорить. Он действительно обиделец всего знания. Сколько он издал книг. Сколько обычно Гурудев... Обычно люди говорят, что он публиковал только расы. Гурудев принес анапита чарин чарат в этот мир. В его книгах мы видим все, все из расы. Гурудев, он обитель всей расы. Гурудеву дали титул Юга Ачарья во Враджа Мандале. Ачарья Миллениума. Этот титул кто дал? Необычные люди. Расика Байшнава с Враджа Мандалы. Там, где живет Сваршан, Санда Гаона, Суча Гаона, эти возвышенные, общепризнанные Ачарья подарили ему титул Юга Ачарья. Это значит, что он далеко не простой и преданный Гурудев. А сколько раз он защищал нашу Санпродаю? Всю Санпродаю в Гаодио Вашнах. Некоторые Сахаджи и Руга критиковали. Что вы там в шафране ходите? Это не авторитетно. Наши бабы же всегда ходили в бятам. Откуда тут эти саньясы появились? И тогда Гурудев издавал книги, защищающие нашу Санпродаю, и делал так, чтобы такие люди молчали. Если люди почитают про банда панчиком Гурудева, у них сразу прекращается желание осуждать Гаудио Вашнава. Все хотели противостоять Шилла Гурудева. Сколько людей противопостояло Гурудева? Сколько людей хотело его остановить? Гурудев? Конечно же, так много нужно. Хочется рассказать о Гурудеве. Но как же это можно уложить в эти десять минут? Мы пришли к такому Махараджу, к такому Гурудеву. Какой-то человек не может проповедовать на таком мировом уровне. Однажды, когда я служил ему, я видела, что он просыпался в 2.30. И до того, как он закончил лак святых камен, он не завтракал. Он совершал свои баджан так же, как наши шесть Госвами. Это личность непростой, преданный. Его баджан, его саддана. Я повезла видеть его баджан. Нам так повезло, что у нас было общение с такой личностью. Каждый, кто принял его своим гуру... Гурудев сказал, каждый, кто пришел ко мне, сказал Гурудев, в полном пространстве и сын. Он был яснан. Он был и кладли бы, но он был яснан. Как всеared, в области применим. Он был яснан. Он был яснан. Вы где-то не смогли носить, Подписывайся голову! Продолжение следует...